играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами до миссию нас очередной обзор танков наш любимый world of tanks у нас на обзоре моя любимка моя птс а у шестого уровня т8 пос уважают птшку вот она прям имбовато имбовато почему мы с вами сегодня в обзоре ты разберем до обычная проходная ветка от 8 великобритании предлагая сразу же отправляться смотреть бронирование а тут есть что кстати посмотреть погнали так вот коллижен модель наша т8 давайте разбираться корпус нижняя часть нлд корпуса назовем так 222 в приведенке по факту 76 там хороший угол наклона с тем пишет рикошет нифига себе на шестом уровне чуть выше 214 205 190 верхняя часть верни нижняя часть влд ну и сама влд 76 приведенки 167 сверху 175 и как для шестого уровня это одно из самых крепких влд в игре теперь сама рубка основная бронеплита прямая часть 203 203 попробуй пробей на шестом уровне здесь вот это закругление да извините 205 225 по краям 3090 на скосах сама маска орудия 300 295 203 под маской нифига себе планочка верхняя на крыше 231 у нас есть вот такой лючок 203 есть вот такой вот 203 ну и самое ослабленное правильнее говорить место на этой пт-сау это вот этот большой смотровой командирский не знаю обзорный прибор обзор люк и не знаю как угодно звать 155 152 тоже попробуй пробей в лоб просто имба боковое бронирование 101 101 139 чуть ниже здесь 101 и это говорит о том что многие танки даже на пятом и шестом уровне вас сбоку обычными снарядами будут плохо пробивать то есть невероятная броня которую можно эффективно использовать в бою идем вангар так с броней разобрались как для шестого уровня просто ультимативная броня давайте смотреть что у нас по пушкам нас 4 пушки стартуем но вот этой пусечки которые быстро заряжается маленькая альфа 75 неплохая точность идеальное сведение бронепробитие 110 180 я вам честно скажу на т8 даже на этой пушке можно спокойно начинать играть и не рваться за свободный опыт сразу изучать топовый начиная эти с этой потихоньки дойдете до пушки 7 уровня через все вот эти орудия и поверьте мне не никакого там вы прямо супер дискомфорта испытывать не будет топовая пушка вот давайте откроем 150 альфа 171 пробитие на основном 239 на галде до заряжается по дождь 4 3 секунды на стойке до время сведения такой же комфортная точность 032 вот как по рации вы штурмовая пт вы всегда будете на передовой и соответственно в первых рядах будете передавать данные как для своей арты так и для других ваших союзников арта вам важно на стойке у нас 400 метров на топе у нас 550 качайте не пожалеете мы тяжелым и тяжелая медленная пт-сау конечно же топовый двигатель здесь 340 здесь 410 нам важно потому что нам прибавить 10-12 процентов подвижности вот топовая ходовая без нее по моему нельзя поставить топовую пушку насколько я помню но это не точно 20 градусов в секунду топовая ходовая поворота а здесь у нас по 18 до тоже надо качать то есть для этой пт-сау все модули важны топовые качайте по полевой модернизации я еще не вкачивал давайте разбираться вместе усиленная ходовая проще сходовой сохранение набранной скорости скорость поворота ходовой и то и то нужно но я бы рекомендовал усиленную ходовую прокачать отстройка пролакс этот размера круга сведения к скорости сведения давайте смотреть у нас этот этот параметр офигенный но я бы лучше сделал бы наверно все-таки на точность вот и поставил бы вот этот параметр до 031 точность ну и здесь конечно незаметности после выстрела для штурмовой пт очень важный параметр вот обзор ставьте все вот самая правильная модернизация полевая по оборудованию по оборудованию от 8 мы очень медленные однозначно турбина нам нужно хорошие когда ставим досыл в основной слот который дает дополнительный буст на огневую мощь ну и конечно лишние хп против арты и кучи танков которые будут пытаться нас убить разными типами снарядов нам не помешает да и прочность гусеницы добавит тоже поэтому вот максимально правильный комплект оборудования по снарядам основной у нас ббх летит 884 на топовые пушки 171 пробития там где 239 пробития голда подкол летит 1105 очень комфортная пушка очень комфортный снаряд голдовый по снаряжению ремка аптечка ставите автоматический огнетушитель но данная пт-шка редко горит на самом деле у меня почему-то на я даже вспомнить не мог не на момент когда но нет забиралась экипаж здесь у нас просто мега огромный я его даже для обзора как всегда не переобучал на сто процентов на эту пт-шку я снял с бейджера весь экипаж да и тратить голду переобучать но извините меня на каждый обзор и слишком дорого поэтому поставил допаек чтобы минимизировать потери из-за того что не переобучен экипаж на эту пт-сал вот первым перком командирую лампу всем остальным ремонт обязательно ремонт куча снаряда у вас будет лететь вторым перком боевого браса дальше качайте как показано в табличке по пушке у нас в вертикальной наводки минус 5 но поверьте мне это не самый важный параметр для это пт-сал потому что вы полностью все бронированные поэтому увн конечно неплохо было пометь получше да но вполне хватает есть чтобы прям кайфовать ездить плохо это у нас 980 нормально нормально пойдет учитывая нашу броню по мобильности с турбины 24 вперед 12 назад 11 лошадей на тонну мы очень тяжелые очень бронированные незаметность понятно ну такая себе но даже здесь она присутствует 24 неподвижный потому что пт-сал по обзору 322 мы слепые у меня еще 28 штраф так было бы 350 по обзору полный пинзец вот плюсы и минусы машины минус ну наверно правильнее сказать один это подвижность мы очень медленные по броне вопросов нету супер бронированные плюс по пушке плюс во всех смыслах снаряды пробитие скорость полета снарядов да там точность орудия сведения за исключением угла вертикальной наводки но как я уже сказал для этот пт-сал не самые важные параметры поэтому тоже плюс как ни странно даже незаметность у это огромный пт-сал все равно какая-то присутствует более-менее изменяемое да ну и а второй минус это обзор вот два минуса обзор и подвижность вот предлагаю же отправляться в бой пощупаем поездим посмотрим что такое т8 моя любимая пт-сал одна из погнали так попали мы в монастырь у нас обзор боем пт-сал великобритании 6 уровня т8 любимка моя вот думаю куда лучше погнать попали мы к семеркам с пятерками пятерки все пофиг пофиг а из семерок у них из семьи сдам от 7 куда поехать тяжей побить может быть а а почему бы и нет поехали к тяжести да конечно скорости не хватает как хотелось бы но зато есть броня и пушка проходная прокачиваем и ветку у нас сейчас мы посмотрим на что способ от его усе сейчас вот союзники весь домах украдут надо ехать короче не останавливаясь ехать и дамажить у нас конечно фланг на воде очень бедно и старше пас выглядит поедем по низу чтоб нам с центра в порт не накидали не надо прям ехать и убивать и и и и и и и и Наши по верху рашат. А у них че тут? Уходи отсюда еще! Ой, застряли. Здрасте. Заработал две тысячи рублей. Эй, за стандали на одному! Это тебе сюрприз! Аккуратненько. Сюда идите, Вальде! По-русски научись говорить нам! Не пробили! Других двоинянтов не было! Не пробили. Опа, все! Страшный воров погиб. У-у-у-у. Три рожка за ретряда-та! Вот ты зря стоял был. Аккуратненько говорит! АВ-2 еще напрягает. Молодой, горячий! Борьба, борьба идет! Это хорошо! Борьба, борьба! У-у-у! Так, ну, касать 200 выписали. Вот так, опусти! Ну я выжил, выживешь ли ты, типи, рэп нуля. Базаром она фильтрует! Он мне водяры не даст. Понятно вам, вне. Руки Динамо, понял? Праздник, Джогурми, присоединяйся. Что же, Гурми? Ну что это нечестно, порт как? Молодец, молодец. Ну что это такое? Меня тут окружают. Сосветили об землю, на! Несторжу тебя морально. Очень просто. По жопу торчалок голая. Стоямба. Стоямба, я вас всех порешаю сейчас. Все. Плати бабло, говорит. Бабло, блабло, блабло. Я убил М10. Ну, 3К мы успели дать. А вот союзники у меня все-то передохли. И мы бой, скорее всего, проиграем. Я как мог старался, ребят. Ха-ха-ха. Аж вспотел. Сами видели, и в окружении побывал, и в упор на КВ-2 вышел. И все сделал максимально. 4 фрага. 3К дать на ПТ-шке 6-го левела, ну нифига себе. Плохая ПТ-а? Нет. Моя любимка. На ней просто едешь и уничтожаешь. А вот наш, ну, Симовенто, давай, тащи. Ну. Эх, проигрыш, жалко-то. Но переигрывать не буду. Ну, все-все. Да. Так, уйди, уйди от меня. Ну, карта, да ему больно. Ну, ё-моё. Ну, ё-моё. Давай, давай. О, красавчик, хоть убил. Не вылазь. 10-13. Нет, это нереально. Это нереально. 11-13. Может быть, будет чудо? М-10 РБФМ что он сделает нормального? Чуда не будет, я думаю. 12-13. Ну, попадей. Долго ты целишь, родной, очень долго. Что это было? А, он по низу ехал, понял. все проигрыш но в целом возможности аппарата вы это вы видели до медленный бронированный самое главное вот это большой результаты тут просто я кладбище из танков устроил вообще да вот первое место по урону с отрываем от сайте 0 и 300 и прочее у нас 2 800 у них из тоже хорошо играл он положил всю нашу команду на направлении красавчик 5 фрагов сделал 2 900 настырял остальные но примерно результат как у нашей команды но мы вот чуть чуть не вытянули но в любом случае дрались как львы и львины старались да я голды дофига спустил и даже при всем при этом остался плюс ребят пишите комментарии по т8 как она вам заходит не заходит настреливаете ли вы на ней по 3к например да какой вы используете оборудование ставьте конечно за такой бой лайкос и вот и мы ставим этой птачки 4 с плюсом везда мне очень нравится от 8 и вам рекомендую попробовать на ней поездить мне кажется зайдет то еще не ездил не качал эту ветку до скорых встреч новых обзоров пока играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно нажимай колокольчик